Подмосковный Звенигород Жители и активисты Звенигородского городка обратились во Всероссийское общество охраны природы с просьбой остановить варварство, которое происходит у всех на глазах. Мы находимся в городе Звенигорода Московской области. Позади нас находится памятник природы регионального значения Звенигородское городище. Вот эта вот спиралька, она идет вокруг земляного замка. Это земляной замок XIV века. Мы сейчас находимся на высоте ориентировочно, если вы посмотрите, где-то, наверное, метров 30. Это древнейшее фортификационное сооружение. На текущий момент наблюдаем срез грунта где-то до полутора метров. То есть здесь проводились какие-то вот эти незаконные земельные работы, вырубали лес, срезали грунт, вывозили это все, да? Да, получается, срез грунта имеется порядка 100 метров. То есть от этой точки и туда вниз где-то порядка 100 метров срезан грунт. На территории Звенигородского городка, который входит в число особо охраняемых природных территорий, двое дельцов под сомнительным предлогом меняют геометрию природного ландшафта, уничтожая прогулочные тропы в лесном массиве и водные артерии. Буквально осенью прошлого года мы здесь вот появились, мы уже увидели нарушение вот одного из собственников здесь с краю, который разрушает памятник 19 века. Это дом, выявленный памятник Разумовских. А что за товарищ вообще? Как зовут этого? Мы его знаем только фамилию, имя, отчество. Это Баканов Павел Павлович. Жители убеждены, строительные и земельные работы идут здесь незаконно, без применения технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Мы спросили документы, он сказал, что все есть, но не показывает. Мы пошли к администрации, тоже не получили. Он пришел на встречу, были активисты без меня, которые попросили документы, он сказал, что он забыл проект. У него проекта до сих пор нет, никто не видел проекта. В этом участке мы видим, что были проведены земельные работы, то есть полностью изменен рельеф, срезался грунт и не естественный бурелом деревьев, а именно брали спецтехникой, специально их стаскивали, валили таким образом, что просто образуется некий такой квадрат прохода, проема и проводились коммуникации. Подобное вмешательство ведет к нарушению естественного тока подземных вод. Родников и малых речек, впадающих в Москву-реку. Они бетонировали площадку. Уже родник, а зимой, вы знаете, к осени родники поднимаются. Вот сейчас он не может подняться. Вот вы можете увидеть, что родник сейчас ищет выход. То есть это тоже разрушение ОПТ. Он сейчас будет менять свое направление, и чем это закончится для этого южного вала, мы не знаем. Все это может привести не только к смещению рельефных валов, но и рискует подмыть грунты под Ротехинским шоссе. К чему это все приведет? Обрушению дорог? Транспортному коллапсу? Или куда более трагическим событиям? К нам приехал представитель администрации, который вник в какие-то вопросы. Мы тоже все выложили, документы. Наши активисты встречались в кабинетах. И сейчас вроде бы какое-то решение. Хотя бы документы нам предоставьте у этого строителя. Мы хотели бы... Какие у него разрешения? Потому что до этого администрация в лице Переверзевой, также Всероссийское общество охраны памятник культуры, Уранова, Мария, они говорили, что у них все нормально с документами. Мы вызывали милицию. Участковый говорит, что он звонит ответственным людям, то есть и в ГУКОН, Государственное управление культуры. Мы их тоже вызывали, мы туда тоже писали письма. Однако ни полиция, ни власть из Венигорода по неизвестным причинам не могут повлиять на экоцит в городке. Местные жители уже продолжительное время обивают все инстанции, пытаясь добиться от местных властей установки шлагбаума и пропускной системы. Есть положение, по которому за въезд на особо охраняемую территорию должна взиматься плата. Почему бы местным властям не использовать этот инструмент, чтобы, а, пополнять бюджет, во-вторых, территория будет в большей сохранности. Вообще, все, что происходит на этой территории, вызывает как минимум недоумение, потому что частные землевладельцы портят наше с вами культурное наследие, портят природу. Мы сегодня уже сделали наблюдение о том, что происходит с родниками и с объектами именно культурного наследия. И я, как член общественной палаты Московской области, призываю своих коллег из комиссии по культурному наследию объединиться с нами, с экологами, и совместным фронтом наводить здесь порядок, чтобы местные и региональные власти нас услышали. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок